Приветствую вас всех уже в амплуа спикера, собственно говоря, мы с вами под конец чуть-чуть уйдем в более лайтовые вещи, технички будет поменьше, всякого мемчиков, смехуючек будет побольше. В общем, давайте к теме сразу перейдем. Взрывная ферма, проблемы инфраструктуры и их решения в контексте автоматизации тестирования в геймдеве. Почему в геймдеве? Ну, вообще автоматизация в геймдеве это такой лихой единорог, которого достаточно мало, он не распространен. Да, вот люди кивают, видимо, из геймдева. Кстати, много народу из геймдева сидит, подмените ручки. Ну, это уже что-то. Вот, поэтому, да, собственно говоря, будем разбираться с тем, что же не так может пойти с инфраструктурой, когда ты пытаешься автоматизировать игрушечку. Собственно, звать меня Антон Фурсов, вы меня уже в качестве ведущего видели, теперь я лид автоматизации Куа в компании Picsonic. Собственно, там пишите, звоните, если вдруг будут вопросики. Слету все вот это вот, что мы нагородили, было сделано вот такой небольшой командой, где у нас было два полноценных разработчика, целых два, и один автокуа, потому что это не самый полноценный разработчик, это я. Вот, и с этого года у нас еще плюс два человека в нашей команде Акуа. Собственно, давайте немного въедем в контекст проекта, чтобы у вас было понимание вообще, что, почем и почему, куда, зачем. Что тестируем? Тестируем наш флагман. Это War Robots. Что он из себя представляет? Это очень-очень-очень-очень-очень-очень много всяких разных интерфейсиков и метамеханик. Под метамеханиками мы понимаем всякие магазинчики, рулеточки, вот это вот все, ангарчики, пуши, ну, в смысле, там, статистики, пуши, вот это вот все. Плюс это достаточно замороченный кор-геймплей. Под кор-геймплеем мы понимаем всякие пострелушки, побегушки, захваты маяков, и вот это все, что у нас там внутри взаимодействие между игроками уже в битве. Ну и, собственно говоря, это очень-очень-очень много контента, который вот он как из пулемета стреляет по людям, вот, они только успевают шекелями в нас кидаться за этот контент. Вот, то есть, ну, короче, всего вот этого в проекты, ну, проекту 9 лет уже почти. Соответственно, он очень жирный. Вот. И все это мы попытались, естественно, покрыть автотестами. Что мы имеем на данный момент? Собственно говоря, метамеханики у нас сейчас покрыты в количестве 883 тестиков. Это N2N-тестики. Кор-механики в количестве 839 тестиков. А вот здесь у меня опечаточка, которую я не исправил, прошу прощения. На самом деле, бенчмарков и прочего, их 240 где-то плюс-минус. Вот. Ну и, соответственно, итого у нас 2040 тестов сейчас крутится на постоянной основе. То есть, каждую ночь плюс-минус выпускается, во всяком случае, половина от этого числа. Едем дальше. Для чего мы используем тестики? Зачем нам нужны тестики? Ну, банально. Регрессик. Избавить людей от рутины. Проверяем всякие мержики, всякие пул-реквестики. Вот это вот всю дичь. Далее. Это проверка обратной совместимости. У нас, когда мы раскатываем новую версию, мы сначала катим новый сервак на старый клиент. Соответственно, надо проверить, что там ничего нигде не отвалилось. Наши тестики приходят на помощь, проверяют. И, соответственно, еще поиск всяких редких и не очень явно воспроизводимых багов, которые можно только вот грубой силой забрутфорсить. Как пример, вот у нас недавно был бажок такой любопытный. А просто человек заходит в бой, у него синий экран. Вместо привычного нашего лобби у него синий экран. Шаги воспроизведения? ХЗ. Вот. И типа просто гоняли тесты, ловили, кидались в разработчиками логами. Выяснилось, что просто там, короче, в бандлах ресурсы не докачиваются чуть-чуть. Вот. Ну, бывает. Собственно говоря, на данный момент у нас суммарно было произведено более 22 миллионов запусков тестов. Я попрошу вас запомнить эту монструозную цифру. Она еще стрельнет где-то в будущем. Не будем пока туда забегать. Собственно, весь этот наш баян, аккордеон, велосипед нужно было как-то менеджерить. С точки зрения инфраструктуры, с точки зрения девайсов. Для этого мы родили такой инструмент, как девайс-менеджер. Собственно, что делает? Что делает? В свое время у нас появилась потребность управления зоопарком устройств. То есть, да, раскидывать по девайсам тесты, улочить девайсы, если он занят. Потому что бывает, что нужно на определенном девайсе запустить тесты. Дальше у нас стал вопрос о парализации запусков тестов. Плюс это все полирнулось тем, что у нас есть сценарий на два, на три игрока. То есть, нам нужно одновременно залочить два, три девайса. И все это менеджерить. То есть, у нас запускаются тесты, и, соответственно, нужно выделить очередь под двух игроков, под одного игрока, под трех игроков. Все это нужно контролировать. Все это нужно, чтобы оно как-то слаженно работало, чтобы мы не гоняли один запуск тестов в течение 30 лет. Плюс, да, как я уже говорил, это правильный выбор и резервирование девайса под конкретные нужды. Например, это касается бенчмарков, когда мы хотим запустить конкретно вот на вот этом, на вот этом и на вот этом девайсе. Мы там по эдишникам протыкали, сказали, залочь. Он их забрал, пошел гонять. Собственно, схематичненько и очень так вот, не вдаваясь сильно в детали, из чего состоит девайс-менеджер. Это клиент, который является частью фреймворка автотестов. Это сервер, который у нас общается, соответственно, с клиентом. Это агенты, которые являются непосредственно держателем девайсов. Притом, сервер – это один из агентов. Просто у него есть привилегия быть эндпоинтом для клиентов. А так, все агенты у нас товарищи равнознаночные. Поэтому там, сугубо говоря, в кого пальцем ткнули, тот и сервер. Ну и, соответственно, девайсы, и тут они красненьким выделены неспроста, потому что они, зараза, горячие. К этому мы еще вернемся. Ну, теперь давайте поподробнее по компонентам поговорим. Ну, клиент у нас чувак простой. Он такой, блин, дай девайсов. Есть что? Он может прийти, соответственно, к агенту как со списком айдишников, так и просто с количеством. То есть мы ему можем сказать по айдишникам конкретно. Можем просто сказать, дай нам там 10 девайсов. Ну, соответственно, агент там уже пойдет шевелиться. Собственно, общение у нас между клиентом и сервером. Рестик, там небольшая джейсоночка гоняется буквально там в теле, чисто айдишники девайсов, там залочен, не залочен. И изначально клиент у нас ничего не знает про девайсы. То есть для него это серая зона. Он как бы там не шарит. Едем дальше. Агентики. Ну, как я уже говорил, все агенты у нас равнозначные, но один агент, он как бы модный агент, потому что он общается с серваком. Да, под капотом. Но это, на самом деле, достаточно простой питоновский, опять же, сервачок. Агент сам по себе. И между собой они тоже рестиком обмениваются джейсоночками информации. Вот. Когда, я уже сказал, только избранный является эндпоинтом для клиента, у всех у них статичные адреса, они, как мы девайс-менеджер подняли, адреса серверам раздали, в смысле агентам, все. Это мы уже, вот, это как бы высечено в камне, ничего не меняется. И, соответственно, один из них помечен как сервер. Вот. Соответственно, агент-сервер у нас собирает информацию со всех, когда к нему клиент приходит, говорит, дай девайс. Вот с топором он к нему пришел, сказал, давай девайс. Агент-сервер собирает со всех остальных агентов информацию по девайсам. И после этого, если нужно нам девайс болтается на каком-то другом агенте, мы уже непосредственно общаемся, клиент пытается общаться с тем агентом. Вот. Но есть еще у нас такая особенность. Если мы приходим не с конкретными айдишниками, а именно с количеством, то агент постарается подсунуть локально подключенные к нему девайсы просто по причине того, что по шнурку девайсы работают быстрее. Ну, конкретно, если ты с ними вот здесь общаешься. Вот. Как-то так. Собственно, общение достаточно простое между сервером и агентами. У нас как бы со стороны клиента достаточно простые команды. Взять, залочить, разлочить. И пингануть живые. Соответственно, от агента к девайсам тоже ничего такого криминального. Мы общаемся с девайсами АДБ-командами. Соответственно, мы можем там стартануть установку, удалить билд, спулить с девайса все, что мы с него хотим. Там логи, видео, скриншоты. Стартануть запись видео. Ну, в общем, список такой простецкий достаточно. Никакой магии, никаких там... Собственно, более подробная схема того, как это все у нас работает. Да, вот есть у нас клиентик. Он идет за девайсами к агенту. Агент... Мы, например, говорим, возьми нам девайс ID 1, девайс ID 4, девайс ID 5 и девайс ID 8. Вот они там. Вот. Соответственно, агент, который сервер, пошел к другим агентам спрашивать, а что, есть что? И вот на девайсе, который 5, мы получим отлуп, потому что девайс занят. Вот. Соответственно, мы вернемся уже к клиенту с информацией о том, что, извини, братан, у нас все девайсы... Не все девайсы, у нас этот девайс конкретно занят, давай подождем. Вот. Кинем ошибочку, что типа девайс занят. А так, если мы придем просто с количеством, не с ID-шниками, а с количеством, он возьмет 4 и 6, потому что это локальные к нему подключенные девайсы, и пойдет уже дальше по списку сверху, там 1, 2, 7, 8, 9, в зависимости от того, сколько мы попросим. Вот. Ну, как я уже говорил, общение между агентом и клиентом, между сервером и клиентом это REST, между агентами и девайсами это ADB. Да. Каждый старт сессии автотестовой мы генерируем уникальный ID-шник этой сессии, с которым мы потом пингуем девайсы, чтобы показать следующему процессу, что девайсы заняты. Вот, потому что когда кто-то наломится запустить еще тестиков на девайсах, а еще у нас есть возможность подключиться удаленно к девайсам, вот, извне, чтобы получить отлуп, что типа заняты, извини, тут тестики гоняются. Ну вот, как-то так. Собственно, в железе это все выглядит достаточно скромненько на самом деле, казалось бы, все так красиво рассказано. Три агента, 20 девайсов. Соответственно, агенты по ролям разбиты. Таким образом, есть регрессионный агент, который гоняет как раз вот мету-кор набора тестов. Есть бенчмарковый агент, который гоняет, соответственно, бенчмарки, и к нему подключены девайсы бенчмарковые. И есть айосный агент, к которому подключены айосики. Но с девайсами они там красненьким были помечены неспроста, и взрывная ферма – это не просто пустой звук в названии нашего сегодняшнего доклада. Дело в том, что игровой проект, он, зараза, тяжелый. У тебя идет нагрузка и на ЦПУ, и на ГПУ, плюс девайсы подключены по шнурочку. Они чуть-чуть разрядился-зарядился, чуть-чуть разрядился-зарядился. Из-за этого все это начинает пухнуть нафиг. Оно просто разлетается, оно по кулдауну отлетает в ремонты, потому что это такая специфика геймдева. Ну что поделать, рабочие моменты. Собственно, бесит, потому что у тебя полгода девайс лежит на ферме и поехал в ремонт. А в ремонте он может болтаться долго. Их пытаешься подменять, сталкиваешься с определенными проблемами. В чем проблема? Ну вот, как я уже описал, что ремонт, то есть у тебя постоянная ротация девайсов. Когда ты подсовываешь новые девайсы, а тем более если это касается андроидов, у нас же как бы кто во что гораст. Вот тебе 16 на 10, вот тебе 18 на 8, вот тебе там разрешение 2К Full HD, вот тебе еще какая-нибудь ерунда, вот тебе вырез сзади, вот тебе вырез спереди. И поэтому наши тесты, которые используют сравнение скриншотов, база эталонов постоянно сыпется из-за этого. Ну это потому что, ну это кошмар какой-то. Вот у тебя, то есть там ты завязался на какое-то разрешение, у тебя есть там 5 типовых девайсов, 4 уехали в ремонт, у тебя остался один. Ну все, до свидания. Вот, ну и плюс еще есть, порой возникает необходимость подергать эти девайсики ручками, потому что, ну что-то где-то подвисло, ну у тебя там Google аккаунт вылетел, например, еще какая-нибудь ерунда, ой, у меня Wi-Fi отстегнулся, ой, я там обновиться захотел, у меня тут поп-ап вылез. Ну короче, жуть, кошмар, железки, это проклятие. Соответственно, было такое вот титаническое решение переехать с этого дела. Но прежде чем переезжать, надо же перебрать все альтернативные моменты, все альтернативные решения, которые мы можем девайсами заменить. Ну и, соответственно, тут у нас классическая как бы задачка. Да, вот. У нас есть облачные фермы типа АВСа, прайс написан 250 долларов в месяц на одно устройство без лимита. Дальше, это вот из области таких BDSM-практик лихих, это там выпаять батарейку, засунуть девайсы там в эти серверные шкафы охлаждающие, чтобы они еще экранировались этим шкафом. Ну короче, круто, классно, прям красота. Эмуляторы. Там есть риски нарваться на косяки самого эмулятора, потому что, ну, это кусок кода. А код без багов не бывает. Я думаю, все здесь это понимают. Вот. Ну и плюс это не физический девайс, а для бенчмарков это достаточно критичная история, потому что бенчмарки должны гоняться на живом железе, потому что нам важно иметь вот эту вот связку CPU и GPU, которая у игроков. Вот. И, соответственно, четвертый стул – это девайсы с battery bypass. Они стали появляться не так давно на самом деле. Мы сейчас взяли на тест один такой девайсик. Это ROG Phone ASUS-овский. В чем заключается прикол? Можно включить режим у него в игровой вот этой его всей ерунде. Можно включить режим, чтобы он не использовал, когда он подключен к шнурку, он не использует батарейку, он напрямую от шнурка запитывается. Из-за этого мы хотя бы батарейку бережем. Она не находится в постоянном стрессе, она не греется, она не вздувается так яростно. Ну, плюс у него еще охлаждение получше, чем у обычного телефона, потому что он, зараза, толстый кирпич. Я не знаю, там меди, наверное, наложено. Собственно, да, вот такие вот стулья. Соответственно, на какой мы решили присесть, чтобы не было так травмоопасно? Ну, это эмуляторы, соответственно. Да, это эмуляторы, потому что… Почему? Мы решаем вопрос с масштабированием очень изи. Потому что ты просто поставил тачку, поднял на ней там N инстансов, которые эта тачка может вывести. В зависимости… Все зависит от твоего кошелька. Ну, типа, какой у тебя процесс, сколько у тебя там памяти. Соответственно, упрощаем расширение этого парка, потому что у нас нет вот этой вот возни с тем, где все это поставить. Девайсы, они еще и места же много занимают. Плюс еще вот эти все наши проблемы с разрешением. Короче, решаем проблем достаточно много, но есть и нюансики, о которых я уже говорил. Это то, что эмулятор, он тоже написан людьми, это тоже код. Собственно, что попробовали? Ну, первое, куда мы пошли, это гугловский нативный эмулятор, который там в Android Studio. Я думаю, все, кто здесь сидит, с ним в той или иной степени работали. Плюшки. Ну, он на острее технологий. Да, там можно самое последнее API накатить, самое последнее Android, у тебя все классно. Он по щелчку пальца поднимается, ничего там не надо колдовать, за тебя уже все сделано, все круто. Но они оказались на поверку жручие, кроме шуток. У нас не получилось их нормально поднять, много. Вот, то есть вот три инстанса, это 720p было при том. 30 фпс выдавал у нас в нашей игре. Плюс куча плавающих багов. Вот натурально. Мы такие, все, все поставили, запустили игру, она крешнулась. Мы такие, что? А там что-то в новом API сделали, вот что-то так, и мы просто, ну, у нас постоянные плавающие залеты вот с крышами, с гугловским эмулятором. Мы такие, ладно, давай следующий стул. Попробовали. Блюстак. Это достаточно известное кастомное решение. У нас очень много игроков на нем сидит. Ну, ладно, потом. У нас достаточно много игроков на нем сидит. И, собственно говоря, в чем плюшки? По производительнее получилось. То есть уже там от 6 до 8 инстансов получилось поднять в том же самом 720p на 30 кадров. И стабильно работает. Ну, стабильно он работает из-за того, что там седьмая версия андроида. Там ломаться-то нечему. Это как бы и плюс, и минус. С одной стороны, типа, все стабильно, все круто. С другой стороны, мы не стоим на месте. Мы постепенно отрезаем старые версии андроида. Да, конечно, мы тут недавно пятую версию отрезали. До седьмой мы доберемся нескоро. Но, тем не менее, такой риск есть. Плюс там небольшие проблемки с транспортом. У нас тестики сами по себе, тестики, фреймворк и сервачок, которые на стороне приложения общаются по UDP. А в блюстаке с этим легкие проблемки. Поэтому надо переезжать на TCP. Но это тоже не сказать, что прям бешеная проблема, потому что все решаемо. То есть для нас это просто переписать транспорт. Ну, не так сурово. Собственно, что в планах? Поскольку мы еще варимся в этом соку, что планируем? Мы будем подпиливать девайс-менеджер, чтобы уйти от UDP к TCP, потому что, ну, раз уж такая пьянка, то почему бы и нет. В принципе, в девайс-менеджере бы порядочек навести. Ну, полезем заодно. Тестируем производительность на разных сборочках. То есть мы пока потестировали на том, чем нам дали. То есть там хоть и Threadripper звучит сурово, но он древний, как экскременты мамонта. И поэтому, да, можно что-нибудь посерьезнее. Плюс хотим попробовать на MAC-C, хотим попробовать на ARM, ну, в смысле на M1 поподнимать, потому что эта темка интересная. Мы еще к этому едем. У нас пока нету уменников на M1. Вот. Что хотим? Мы хотим полноценно перевести регресс полностью на эмуляторы, чтобы, да, чтобы слезть с иглы девайсов в данном случае и использовать по максимуму наше сравнение скриншотов, отвязаться от проблем железа. А бенчмарки, к сожалению, останутся у нас на физических девайсах, потому что от этого мы никак не уйдем. Ну, будем терпеть. Но хотя бы парк девайсов бенчмарка, он сильно меньше. То есть тебе не нужно держать там 15-20 девайсов, чтобы у тебя все быстро гонялось. Достаточно там, у нас, соответственно, разбиение идет low, mid, high. По два девайса на каждый тир, с самым распространенным CPU-GPU. И мы в шоколаде. Нам этого будет достаточно. Вот. Поэтому такие вот пирожки. Соответственно, вместо выводов. Больше не паримся по поводу того, что девайсы у нас могут взорваться. Не ставим огнетушитель рядом с фермой, чтобы, не дай бог, что там не загорелось. Отпадает наша боль с разрешением дисплеев, если мы переедем на эмуляторы, потому что рендер можно задать, какой мы захотим. соответственно, управлять нашими эталонами. База эталонов станет сильно проще. Масштабируемся на изи. Экономим гору денег, если не выбираем какой-нибудь AVS, потому что если банально посчитать 20 девайсов, в которые мы сейчас таргетимся, там получается такая вот некрасивая сумма от 60 тысяч баксов в год. За эти деньги, я не знаю, можно найти человека, который будет сидеть и менять батарейки телефоном каждый день. Ну и последнее, да, избавляемся от проблемы дергать девайсы физически, потому что их просто не будет. Дергать будет нечего, человек, который этим сейчас занимается, будет наконец-то помилован. На этом, я думаю, мы закончим. Спасибо большое, что дослушали. Надеюсь, было интересно. Да, у нас тут есть QR-кодик со статьей «Технички по автотестам». Это наш Дивгамовский доклад. Там больше про то, как работает сам фреймворк. И у нас есть такой небольшой ламповый чатик по ГМДеву. Буквально чуть-чуть. Мы там просто хорошо общаемся, проводим время, задаем вопросы. Присоединяйтесь. Все. Да, большое спасибо, Антон, за такой интересный доклад. Давайте перейдем к вопросам из зала. Вот я вижу, человек во втором ряду первый поднял. Да, спасибо за заступление. У меня два небольших вопроса. Один из них немного, наверное, странный. В общем, очень много общаюсь с различными студентами с разных направлений. И часто они не понимают, кто такой тестировщик. И почему-то для них всегда, особенно те, кто связан с NES IT, они думают, а, тестировщик — это тот, кто играет в игры и получает деньги. Да, так и есть. Ну ты что? Я думал, все знают. Нет, ну, все-таки есть же определенная специфика. Вот, и когда я хочу объяснить людям, мне не получается сделать это в одном предложении. Вот можешь как-то вот одно предложение объяснить, вот кто такой именно тестировщик, там, ручной или... Ну, ручной, да, все-таки там понятно, а вот автотестер. Как вот в одно предложение сказать, что вот кто это такой, и объяснить, что ты не только играешь в игры, получаешь деньги? Ну, слушай, ну, с автоматизацией это чувак, который пишет тесты. Ну ты что? Там кодить уметь надо. Хоть как-то. Хоть на уровне мартышки, как вот я, например. Вот, поэтому, как бы... Слушай, ну, вопрос такой, он очень... В одно предложение сложно такое объяснить, особенно в контексте... Мне тоже. Да, особенно в контексте игр, потому что, да, есть такой дебильный стереотип на самом деле, что якобы все мануальные тестировщики игр, они просто в игрушки играют и деньги получают. На самом деле нет. Главное, что нужно понять, вот базис игры тоже софт. Он подчиняется тем же правилам, что и обычный софт. Все те же самые техники, все те же самые инструменты и подходы мы используем в играх, как и... Плюс у тебя просто есть еще вот такой интересный слой, который называется геймдизайн, где там черт ногу сломит. Вот. И там, там, короче, весело. Не ходите туда, но там весело. Вот. То есть баги, которые именно игровые, их надо, ну, не знаю, надо игры любить, короче говоря. Вот в этом прикол, да, скорее. Я, наверное, не ответил на твой вопрос, прости. Немножко в философию ударился. Нет, спасибо. И второй вопрос. Ты говорила про телефоны, что они горят, фермы и все прочее. Какой телефон прожил дольше всего? Дольше всего OnePlus 5T. Самый живучий был, зараза. Вот. Пиксели чаще всего... Неожиданно. Да, пиксели быстрее всего сдыхали. Вот реально полгода пиксель улетает вот такой вот, бабочкой раскрыт. Вот. Спасибо. Так, дальше по очередности со второго ряда у нас. Ты запомнил? Вопросы, да. Он меня мучить будет. Потом вот человек на третьем ряду и вот на четвертом, пятом, шестом. Да нет, нет, что вы. Никакого мучения. В общем-то, вопрос-то и в том, ну, маленькая предыстория к вопросу, просто был один проектик с использованием OpenCV и GeoSurface, как раз-таки на андроиде. И столкнулся с проблемой. Дело в том, что на редких девайсах, на редких сценариях возникали проблемы с отрисовкой спрайтов и шейдеров. Вот. Существует ли какой-то инструментарий, чтобы это отлаживать, кроме того, что поставить на QM и на эмулятор и отлаживать низкоуровнево? Слушай, ну... То есть именно на девайсе. Смотри, с профайлингом у нас история такая интересная. То есть профайлинг приехал к нам не так давно, на самом деле, потому что в Unity с этим стало хорошо не так давно. Вот. То есть особенно в рамках андроида. На самом деле зачастую у нас таких проблем особо не было замечено. Да, у нас, видишь, как происходит? У нас может прийти запрос откуда-то из саппорта, что типа вот там человек пожаловался, что у него розовые текстурки на таком-то девайсе. Мы, соответственно, вот как ты сказал, берем эмулятор и все. А так, чтобы был прям какой-то инструмент, ну, увы, нет. Тут, к сожалению, чего нет, того нет. Врать не стану. Жалко. Спасибо. Согласен. Неприятно. Андрей, кто там был следующим? Да, следующим был на третьем ряду. Вау, там шлако-флосико. Давай-ка. Тут сказано про эмуляторы, а что насчет iOS, относительно насчет симуляторов? С iOS у нас история такая тернистая достаточно-таки. То есть поскольку на андроиде, я думаю, опять же, ни для кого здесь не секрет, поднять что-то на андроиде сильно проще, чем на iOS. Он куда более податливый, хотя бы за счет наличия великолепного, богоподобного АДБ, чего очень сильно не хватает на iOS. Поэтому iOS у нас очень долго был где-то там, далеко на полочке. И вот не очень давно мы начали его расковыривать, начали натыкаться на проблемы, что типа, ой, тут нативные попапчики лезут, а как бы их скликнуть так поприятней, ой, а тут вот что-то тяжело прокидывать наши вот командочки. Поэтому iOS у нас сейчас только для бенчмарков на самом деле используется. А там живые девайсы, соответственно, эмуляторы там не нужны. Возможно, да, возможно, мы будем двигаться в сторону iOS эмуляторов, потому что, да, есть мнение, что на M1, на M1 Max, Pro, там M2, все это будет сильно лучше работать, потому что ARM-ARM у нас как бы меньше трансляций, меньше всякого вот этого подкапотного, соответственно, работает лучше. Но пока что, да, пока что вот живем в парадигме, что iOS у нас только на живых девайсах, только бенчмарки. Там еще, насколько я знаю, на iOS сейчас появился IDB, это типа для iOS запуска. Попробовать его, по-моему, на GitHub лежит. Можно попробовать, можно попробовать. Я, кстати, не знал, спасибо. Так, следующий у нас был шестой ряд, насколько я помню. Настя, спортивнее будешь? Да-да-да, вот там поднимать руку. Чем вам шкаф-то не понравился серверный? Ну, идея классная, грабину, конечно, заиметь в офисе, мне нравится. Можно самому там чилить. Но смотри, это большая железная херь. Простите за такой спич. У нас девайсы все равно, ну, сама игра с игровым сервером общается по Wi-Fi. Ты этого не выкинешь из песни слов. Ты засунешь просто девайсы в большой экранирующий шкаф, и они там только сами с собой пообщаются, дай бог. Вот, поэтому, естественно, эта идея, ну, как бы, чуть-чуть так слегка отвалилась. Ну, не, можно туда еще роутер засунуть, конечно, да, все будет очень круто, классно. Дырок, дырок в нем насверлить для проводов, для роутера. Не, классно, да, согласен. Ну, блин, ну, ерунда, честно. Плюс это не решает озвученных проблем. Железки мобильные, они все равно устаревают. Это не дисктопное железо, которое может у тебя 10 лет стоять, там, какой-нибудь ксион несчастный, и тащить. Вот он, как он тащил свои, там, 5, 7, 8 инстансов, он их продолжает тащить. Вот те самые озвученные OnePlus и 5T, которые были нашими первыми девайсами. Ну, эта модель 2016 года, если мне память не изменяет. Тогда она была high, сейчас это low. Ему тяжело уже тащить нашу игру, особенно после всех наших вот этих фишек с ремастером, с новой графикой и так далее. Поэтому девайсы, они чисто вот даже в этом аспекте устаревают. А мы же хотим, чтобы тестики гонялись быстрее, поэтому для регресса мы хотим девайсы помощнее. А у нас девайсы помощнее, это что? А, давай, 21 на 9, бахнем, вот, соотношение сторон. А следующий будет 30 на 9, прикольная лопата будет, наверное. Вот. А потом еще, да, вот как-нибудь так вот, как-то листик разложится. Поэтому, как вариант, вот. Собственно говоря, такую проблему тоже же надо как-то решить, а большой серверный шкаф эту проблему, увы, не решит. Я надеюсь, я ответил. Дальше, честно говоря, я не запомнил, кто был первым. Но давайте сначала в конец идти. Кому ближе, как говорится. Возможно, немного избитый вопрос, но хочется услышать лично ваше мнение, как специалиста именно в тестировании. Как вы относитесь к спидраннерам? Общаетесь ли вы с ними? И полезен ли их опыт в вашей работе? Ну, у нас спидраннеров нет, потому что сервисную игру невозможно пройти. Это такой спойлер. Вот, поэтому нет. Но, кстати, со всякими читерастами и прочими прикольными ребятами, которые абьюзят механики, мы общаемся достаточно плотно. Ну, как бы нам репортят всякие интересные прикольные вещи, как там можно кого-нибудь в космос запулить, если абилка там работает неправильно. Вот, поэтому, да, эти ребята полезные. А вообще из практики, если вот так посмотреть, это, ну, в основном студии любят спидраннеров, потому что они подсвечивают проблемки. То есть то, что у тебя здесь. В текстурке можно провалиться, а тут можно уровень проскипать и так далее. В основном, ну, типа, никто ничего плохого в этом не видит, это нормально. Потому что, ну, все равно, как бы 99,9% людей играют в игру так, как задумал геймдизайнер. И лишь вот этот вот маленький процент пытливых умов пытается что-то сломать. Но им по кайфу, всем по кайфу на самом деле, поэтому никто особо не агрится. Не любят же читеров в основном, которые пытаются игру прям обмануть серьезно. Тем более это касается мультиплеерных игр, где преимущество, ну, читерское преимущество, это прям ай-яй-яй. Особенно, когда люди там денег много платят, чтобы всех нагибать. У меня вопросы сдают, я не виноват. Так вот. Нет, только не ты. Там в конце еще, да, вопросы. Ты был мне как брат. Ну, я, наверное, есть как брат. Нет, на самом деле такой вопрос очень простой. Ты говорил, что у вас, ну, железо, на котором вы поднимаете там эмуляторы, а планируете ли вы в облако уходить? Ну, вот смотри, был вопрос про АВС. Если что, можете наше. Был вопрос про АВС. Дело не только в цене на самом деле, понимаешь? Облако, оно будет порождать задержки. Хоть ты тресни. Ну, будет. Ну, ты это не уберешь. А в игре, где очень важно попадать в тайминги, в рамках сценария, это недопустимо. Мы страдаем из-за того, что у нас просто сервер может пролагаться, и мы ткнули, а уже не попали. И все, у тебя тест упал, потому что ты не попал. Ты там не дострелил, не допрыгнул, еще что-нибудь такое. Смотря какое облако. Я согласен. Нет, если ты сделаешь лучшее облако на свете, я приду. Так, ну и мы переходим к вопросам из чатика. Ну, давай последний вопрос. Человеку из геймдива. Ну, давайте. Раз уж ты просишь. Мы уже, конечно, вылезли за тайминги. Вопрос такой. Есть еще Nox Player в качестве альтернативного мэрера. Да, да. Рассматривали его или нет? Он сейчас первый, кто пришел на Android 9. Он где-то там в списке болтался, мы до него не доехали. Да, достаточно интересная, кстати, штука. И второй вопрос. Что было самое интересное из фич геймдизайнерских, которые получилось заавтотестить? Это как геймдизайнер, спрашиваю. Я понимаю. Слушай, наши геймдизайнеры иногда такое придумывают. У нас есть всякие обилки с инвизом. Не очень простые. Прикол в том, что, типа, когда робот уходит в инвиз, на него нельзя навестись. Но при этом в тестовой среде, вот у нас в тестовой среде, роботы все равно стоят друг напротив друга. И ты все равно можешь нажать кнопку, и даже будь он в инвизе, все равно в него попасть, и он получит урон. И вот пришлось там слегка покостылять, подобрать специальное оружие, которое стреляет только по наведению, потому что оно самонаводящийся. И вот через такие костылики у нас получилось заавтоматизировать инвиз. Ну, это вот первое, что в голову пришло. А так там, на самом деле, что не фича, то вызов. Так что нормальная тема. Потому что гений геймдизайнера, он такой. Тут меня спрашивает, куашник наш, а что было самое интересное из багов? Ну, прям значимое, прям, помнится. Сложно сказать. Они мне все как дети. Правда. Ну вот, если прямо из последнего, что ловилось. А, был легендарный баг, который стоил человеку карьеры. Это была опечатка в слове price. То есть, должно было быть написано price через C, цена. А человек пропустил, было написано через S. Типа, приз. И люди начали тыкать в кнопочку и случайно так покупать. Вот. Да, классный баг. Жаль, что деньги вернуть пришлось. Вот, да, ну, как-то так. Казалось бы, опечатка. Так, большое спасибо за вопросы из зала. Перейдем к вопросам из чатика. И вот тут задали вопрос. Взрываются только андроиды? Не увидели на фотках ни одного айфона? Кстати, да. Есть такая темка, айосы более живучие. Ну, не знаю, может они просто туже запаяны? Может так поэтому. Вот. А так, да, типа поживучие будут, да. Ну, и все-таки айосные девайсы такому лютому стрессу, как андроид, девайсы не подвергаются. Потому что, когда у тебя 8 часов подряд гоняются тесты на девайсе, он 8 часов подряд просто фигарит на всю катушку. Там все стреляет, взрывается, там эффектики, вот это все. Ну, блин, ему со временем плохие. Айосы так жестко не гоняются. То есть они в более лайтовом режиме, потому что они чисто под запрос, там вот надо бенчмарки прогнать, они там пару часов варятся с бенчмарками. Поэтому когда-нибудь они тоже лопнут. Ну и, кстати, по наблюдениям от наших ручных куашников, ну, наши тестовые айос девайсы тоже гораздо более живучие, чем андроид девайсы. Да, надеюсь, ты ответил на вопрос. Следующий вопрос. Какая твоя любимая игра, кроме War Robots? О, боже! Я знаю, кто задал этот вопрос. Я найду тебя. Собственно говоря, моя любимая игра. А Comic Zone? Sega? Да. Это просто моя первая серьезная игра, которую я осознанно проходил, когда мне было 8 лет. Поэтому это любимая игра. Да, надеюсь, мы ответили. Следующий вопрос. Расскажи, пожалуйста, как эмуляторы и автотесты помогут отлавливать нагрев устройства при запуске игры и последующему крашу приложения? Основывается только на вопросах в поддержку или на чем-то еще другом? Так, ну, вообще, я еще у нас не вылавливал ни одного случая. У нас троттлет девайсы. Троттлет, да. То есть у нас Samsung одно время троттлили достаточно сурово. Но так, чтобы девайс перегрелся и отвалился, ну, такого на моей практике не было. И даже мы не умудрялись так загнать девайс, чтобы он, ну, типа, умер от этого. То есть девайс на шнурке будет сопротивляться до последнего. Он скорее вздуется, нежели там отвалится и крэшнется. Это вот как-то так. А вообще мы одно время хотели снимать статистику по температурам, прокидывали. АДБ позволяет получить эту информацию, но она что-то никому особо не была интересна, и мы забили. Вот, как бы, как-то так. Хорошо, спасибо. И последний вопрос из чатика. А как-то с помощью автотестов делаете замеры, сравниваете результаты оптимизации? Может быть, что-то поправили, стало быстрее или нет? Да, у нас для этого есть специальные тесты загрузки сцен. Вот, они, соответственно, проверяют скорость загрузки. Когда вот между сценами гоняем, там есть такой ладинг-скрин, и мы вот как раз замеряем, насколько быстрее этот ладинг-скрин. Ну, это один из примеров. Вот, мы замеряем как раз вот эти вот все скриночки, и когда у нас ребята оптимизации наваливают, мы промеряем, типа, лучше-хуже, хуже-лучше. Ну, зачастую становится хуже. Вот, потому что, блин, потому что. Вот, ну, вообще, да, есть такое. Так, надеюсь, ответ был получен. Антон, спасибо большое за доклад, и спасибо вам всем большое за вопросы. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok